Привет, народ! Как дела? Это Джей. Я Джей. И я только что закончил снимать музыкальный клип, который вдохновил меня на этот ролик. Итак, сегодня я расскажу вам, как снимать музыкальное видео. Снимаете ли вы для жанра рок, поп, инди и поп или классика? Концепт всегда один. Хорошая новость о музыкальных клипах. Вас ограничивает только воображение. Вы можете пробовать разные техники. Например, я всегда использую подборку цветных гелей для достижения различных образов. Нет никаких правил при съемке музыкального видео. Просто помните, что подготовка – это ключ к экономии времени на площадке. Прежде всего, вам нужно определиться с бюджетом. Без бюджета невозможно определиться с ожиданиями. Но знание бюджета наперед позволит решить вам, что вы сможете и чего не сможете в данном конкретном проекте. Важный шаг для музыкального клипа – идея. Идея может основываться на музыкальном стиле. У вас может быть история или просто красочный визуальный ряд. Обычно идея исходит от директора. Но некоторые группы имеют четкий стиль, который они стремятся показать в видео. Как только идея согласована, вам нужно найти место для съемок, команду, камеру, свет и все, что вам может понадобиться. Обычно этим занимается продюсер, но если вы не можете себе его позволить, придется делать все самому. Это потребует напряжения, но кто-то должен этим заниматься. Когда все готово, вам потребуется план. И тут начинается самое интересное. Творческая сторона медали. Для этого проекта я предложил директору обсудить его идеи. Мы вместе подобрали для мудборда картинки и ключевые слова, которые лучше всего передавали образ группы. Мудборд может быть подборкой изображений из фильмов или клипов, которые вас вдохновляют. Они могут задавать ориентир на цвет, композицию, костюмы, мейкап или даже свет. Это простой способ для режиссера понять видение директора. Для этого музыкального клипа я провел мозговой штурм с директором, чтобы найти лучший способ визуально рассказать историю. И он в конечном счете составил монтажный лист, включающий локации, крупность кадров, движение камеры, композицию и, если нужно, заметки. Не бойтесь предлагать ваш собственный стиль для монтажных листов, но он должен быть понятным, потому что от него зависит ваш график съемок. Еще кое-что, что упрощает съемки – это раскадровка. Это, в общем, ряд картинок о том, что вы хотите видеть в кадре. Это очень полезная штука, так как каждый на площадке сможет увидеть кадр, который вам нужен. Это позволит также вычеркивать отснятые кадры и всегда видеть, что еще осталось делать. И вы можете прямо сказать оператору «Я хочу, чтобы этот кадр выглядел так». Всегда помните о том, что вы должны довести проект до конца, независимо от того, что происходит на площадке. И поверьте мне, что-то обязательно пойдет не так. Погода может измениться, какие-то кадры не будут работать на площадке, вам может не хватить времени. Помните, что провал при подготовке – это подготовка к провалу. Этап препродакшн очень важен. Чем больше времени потрачено на подготовку, тем лучше получится проект. Удачи на съемках. Если у вас есть вопросы о музыкальных клипах, просто оставьте комментарий внизу, и я постараюсь ответить как можно скорее. Спасибо, что смотрите мое видео, и не забудьте подписаться. Как говорит Арни, «I'll be back». Через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока. Продолжение следует.